Приветствую всех любителей фигурного катания, в ближайшие минуты о главных событиях дня, но перед этим призываем вас подписаться на канал, чтобы всегда быть в курсе новостей фигурного катания. Мы ценим ваше время, поэтому начинаем. Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Елена Ильяных снялась в музыкальном клипе певицы Сия. Креативным продюсером и режиссером клипа стал гражданский муж Елены, актер балета Сергей Полунин. Съемки проходили в Майами и на Аляске. Фигуристка в новом клипе танцует на замерзшем озере в легком лиловом платье, а также в закрытом помещении. Клип можно посмотреть на официальном YouTube-канале певица. Напомним, Елена Ильяных завершила спортивную карьеру в 2019 году. Она является обладательницей золотой олимпийской медали Сочи, она также выиграла бронзу в танцах на льду среди пар вместе с Никитой Кацалаповым, имеет серебро командного чемпионата мира 2015 года, является двукратной серебряной бронзовой медалисткой чемпионатов Европы. Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала, как относится к критике в социальных сетях. Фигуристка признается, что в некоторых случаях даже положительно. Перед соревнованиями критика помогает настроиться, по-спортивному разозлиться, сконцентрироваться. В соцсетях критика бывает разная, и у Алины уже выработался иммунитет к плохим комментариям, которые, как правило, пишут анонимные пользователи. Но Алина обращает внимание, что добрых комментариев болельщиков в разы больше, и это перехлестывает все. Тренер, призер Олимпийских игр Александр Жулин ответил на вопрос о том, что расписание на Олимпиаде делается удобным для телетрансляций, а не для спортсменов. Жулин говорит, что понимает, почему это делается, так как в Америке никто не будет просыпаться в пять часов утра, чтобы посмотреть соревнования. Также он добавляет, что надо задумываться и о спонсорах, чтобы в фигурном катании были деньги, а то так с Этери Тутберидзе все фигурное катание переместится в Россию и весь мир загнется. Жулин признается, что в его словах, конечно, есть доля шутки, но это может стать и реальной проблемой. Александр считает, что Тутберидзе надо брать иностранных спортсменов, чтобы была какая-то конкуренция. Жулин был бы не против, если у нее тренировались и японки, и американки, чтобы была конкуренция. Ведь сейчас семь русских девочек послать на соревнования, и они все семь первых мест займут. Поэтому в Америке люди и бросают спорт, потому что не понимают, как с русскими бороться, сказал Жулин. Спасибо, что посмотрели этот ролик, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте свое мнение в комментариях. До новых встреч.